Передаю слово представителю Анголы. Большое спасибо, господин председатель. Ваше превосходительство, уважаемые министры. Ангола воздержалась в ходе сегодняшнего голосования по проекту резолюции. Представлены Малайзии об учреждении Международного уголовного трибунала для судебного преследования виновных за совершение преступлений, связанных с падением малайзийского Боинга МН-17. Прежде всего, господин председатель, хотел бы четко заявить. Мы осуждаем самым решительным образом нападение на малайзийский рейс МН-17. 17 июля 2014 года в небе над Донецким регионом. В результате этой трагедии все 298 пассажиров и члены экипажа погибли. Мы подчеркиваем необходимость и важность того, чтобы все виновные за совершение этих действий были преданы суду для правосудия во имя жертв и их семей. И мы должны показать примером, что такие действия не могут оказываться безнаказанными. Мы должны защитить гражданскую авиацию от таких неприемлемых действий. Тем не менее, убеждены в том, что резолюция 2166 по-прежнему является применимыми юридическими рамками для международного сотрудничества в интересах полного, тщательного и независимого расследования данного инцидента согласно руководящим принципам ИКАО. Поскольку по-прежнему следствие не закончено в этой связи, мы считаем, что на данном этапе государства, члены должны участвовать во всеобъемлющем процессе консультаций. И резолюция безопасности 2166 предусматривает, что генеральный секретарь должен найти возможные варианты для того, чтобы он оказал свою поддержку расследованию и должен доложить Совету безопасности о соответствующих событиях. Поэтому мы убеждены в том, что учреждение трибунала является преждевременным шагом. И самым правильным решением было бы подождать результаты расследования. Мы сожалеем, что вновь Совет безопасности оказался не в состоянии прийти к необходимому компромиссу и консенсусу, к которому стремились все государства-члены. Благодарю вас. Я благодарю.